Асланхан Казикумухский, услышав о том, что Газимухаммад устанавливает шариат в горских аулах, отправил царскому сатрапу полковнику Асланбеку Садикову письмо следующего содержания. «Передайте командирам царских войск, чтобы те не оставляли без внимания деятельность Газимухаммада. В аварских аулах за ним, как за пророком, идут люди. Он добивается успехов, которые не под силу ни мне, ни другим ханам. Многие люди Аваристана готовы стремиться туда, куда укажет Газимухаммад. Его боятся, как царя. Он умеет привлечь к себе людей, подчинить их себе, как это умели делать древние пророки. Он делает такое, о чем не слышали в наших краях. От него ко мне перебежал Саид Араканский. Честно говоря, я и сам его боюсь. К нему примыкают все аварцы, судохарцы и окушинцы. Я слышал, что это басаранцы, готовы перейти на его сторону». А теперь послушайте, какую чушь несет этот полукофир. Смотрите, как он соглашается с тем, что какой-то Валерий Александрович сказал, что в России не носили никап. С какого хрена кофиры будут носить никап? Конечно же, в России не носили, а на Кавказе и в Дагестане носили, пока Россия не пришла в наш дом со своим грязным уставом. Скажу вам, что удивляться здесь нечему, ведь этот воробей и его подписчики в Зеленой Тюбетейке являются потомками Аслан Хана Казякумовского, который жаловался на имама Гази Мухаммада. «Мой дедушка родился в 1888 году. Уже в начале 1900-х религиозная семья, с тех пор он учился. В 1922 году женился, опять продолжает жизнь. Вот это репрессии, вот это все, закон, революция. Он прошел, в 1937 году прошел репрессии. Если все, после войны, вот это все, до 90-х годов, в нашей религиозной семье, я даже не знал, что такое Нитхаб. У нас вообще обсуждения даже не было про Нитхабе. И поэтому сказать, что Валерий Александрович сказал, что в России это не было, я тоже свидетель. В моем истории, в моей дедушке истории этого не было». Возможно, что в истории тех, кто повернулся лицом в сторону врага, не было все, что врагу ненавистно. Но в истории патриотов своей родины было так. Шамиль вообще не допускал роскоши в одежде как у своих подвластных, так и собственных жен. По магометанскому обычаю, женщина не имеет права показывать своего лица постороннему мужчине. Поэтому все горянки ходят под покрывалом или чадрою, которая у молодых бывает белая калинкоровая, а у старух бывает темного цвета. Покрывало это у некоторых бывает очень длинно, почти до полу, у других короче, но у всех с выдерганной ретью против глаз. При встрече с мужчиной, женщина должна опускать свое покрывало, так чтобы тот не видал ее лица. Но такая чистота нравов сохранилась только в селениях, отдаленных от русского жилья и стоянки русских войск. Там женщина избегала мужчины. Если встречалась с своим единоплеменником, она закрывала лицо и проходила мимо. При встрече же с русским, который, в глазах ее, был Геур, она, закутавши свое лицо самым тщательным образом, останавливалась, отворачивалась в противоположную сторону и стояла как мумия до тех пор, пока встретившийся не проходил мимо. Все женщины, кроме старух и девиц, не достигших еще семилетнего возраста, ходили под покрывалами. Женщины, вышедшие на улицу без покрывала, подвергались палочным ударам. Женщины и девушки этих селений вообще не носят шаровары, так как рубахи их доходят до пола. Хотя и мам Шамиль заставлял всех дагестанок носить вместе с паранджой шаровары. Источник. Абдурахман Газик Умурский. Зять и мамы Шамиля. Книга воспоминаний. Николай Федорович Дубровин из Истории войны и владычества русских на Кавказе. А тем, кто говорит о том, что Кавказ это средневековье, я скажу, чтобы вы не отставали от европейской цивилизации, бегите за радужными флажками, а мы поживем в нашем средневековье, в соответствии нашему уставу, как нас это устраивает. И не вам нас учить нравственности и чистоте.